Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Водитель и кондуктор в Жизказгане получили ожоги в результате возгорания автобуса. Причина возгорания устанавливается. Пожарный отмечает, что это уже не первый случай пожара в общественном транспорте. Национальная палата предпринимателей Атамикен будет добиваться, чтобы налоговая нагрузка на бизнес не увеличивалась. В Караганде прошло заседание регионального совета под председательством Тимура Кулебаева. Веселые и находчивые сошлись на сцене города Сарань. В новом региональном сезоне сыграли сразу 16 команд. И в начале о происшествии. Водитель и кондуктор в Жизказгане получили ожоги в результате возгорания автобуса. 18 октября вечером поступило сообщение о горении городского маршрутного автобуса марки ПАЗ, который следовал без пассажиров в Жизказган по улице Алашихана. В результате пожара с ожогами были госпитализированы водитель и кондуктор. Причина пожара устанавливается. Пожар был ликвидирован в 19.40. С места пожара были госпитализированы два человека. Это водитель и кондуктор 94-95 годов рождения. Госпитализированы в реанимационное отделение с обширными ожогами. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в двигательном отсеке. Национальная палата предпринимателей «Атамикен» будет добиваться, чтобы налоговая нагрузка на бизнес не увеличивалась. Об этом заявил председатель президиума палаты Тимур Кулебаев на заседании регионального совета в Караганде. В своем выступлении на заседании регионального совета Тимур Кулебаев рассказал о проводимой работе по решению системных проблем бизнеса. Национальная палата принимает участие в совершенствовании законодательных норм, напрямую влияющих на предпринимательство, в частности снижение налоговой нагрузки. Мы вообще поднимаем вопрос, чтобы налоговая нагрузка в Казахстане не поднималась, чтобы платежи, которые платят предприниматели с заработных плат, также не поднимались. Поэтому наши пожелания учтены. В проекте, который сейчас будет обсуждаться, есть предложение по снижению социального налога на 1,5%. И, наверное, поскольку мы договорились с правительством, что будем концептуально обсуждать оптимизацию налогового законодательства в пользу предпринимателей, вот над этим мы сейчас работаем. При этом глава Атамикена подчеркнул, что оплата налогов – прямая обязанность бизнесменов. Однако в этом процессе должен быть честный и равный диалог, а интересы предпринимателей максимально защищены. Большим достижением Атамикена стало исключение статьи о лжепредпринимательстве из Уголовного кодекса. И это не все изменения. Можно сказать, что в шести статьях нового закона есть примечание о том, что если человек первый раз совершил деяние и возместил полный ущерб, то он освобождается от ответственности. То есть с карательными уже переходят на профилактическую. И такие работы ведутся со стороны Атамикена. Аким Карагандинской области подробно остановился на вопросах взаимодействия местной власти и бизнеса. Ерлан Кушанов заявил, что нынешняя ситуация в регионе позволяет говорить о том, что эта взаимосвязь налажена. В регионе широко применяются все возможности инструментов государственной поддержки. Это дает хороший эффект. По различным госпрограммам в области поддержано более 5,5 тысяч проектов на сумму около 10 миллиардов тенге. За счет снижения финансовой нагрузки предприятий отрасли смогли модернизировать производство, увеличить объем выпуска продукции, улучшить конкурентное преимущество. Вместе с тем остаются нерешенными системные вопросы предпринимателей. Среди них проблемы при выделении земельных участков под бизнес до начисления налогов контрагентами, пострадавшим от лжепредпринимательства. Обсудили также инициативу Министерства финансов, подразумевающую установку контрольных приборов учета на нефтебазах и автозаправочных станциях. Установку КПУ инициировало Министерство финансов Республики Казахстан для того, чтобы иметь контроль над оборотом нефтепродуктов и исключить его теневой оборот. Стоимость таких КПУ для одной автозаправочной станции обойдется в минимум 10 миллионов тенге. Кроме этого, предпринимателю необходимо будет оснастить данными КПУ свои нефтебазы, где он затратит также в среднем 250 миллионов тенге. При этом надо еще обеспечить бесперебойное функционирование данных КПУ, причем в условиях недостаточного территориального покрытия и еще при недостаточно быстром интернете нашей. Но пока устно, пока устно, есть договоренность о том, что до 1 января 2019 года отложат для крупных субъектов бизнеса. Для средних субъектов бизнеса сейчас будут думать, потому что там годовая отсрочка, она по сути, ну как мертвому припарка по большому счету. Это уже который год мы откладываем и все равно мы с этим сталкиваемся. Самое главное, у нас уже есть опытный экспериментальный метод, когда на нефтебазе газа было это установлено и было уже доказано то, что нет необходимости их ставить. Там на сливе, значит, на наливе есть холостой оборот, информация искаженная. Более того, само АОНИТ не способно эту информацию структурировать, воспринять. То есть мы не достигаем цели при установке КПУ. По итогам встречи состоялся обмен мнениями по вопросам эффективного решения системных проблем предпринимателей региона, а также были приняты проектные решения по рассмотрению или устранению озвученных проблем. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинский государственный университет начал преподавать латинский алфавит. Курсы ведут известные ученые университета на факультетах химии, филологии, философии, истории и психологии. Об этом сообщили на очередном брифинге в региональной службе коммуникации. Основной задачей на сегодня является увеличение доли казахстанцев, владеющих тремя языками. Такое заявление сделали участники очередного брифинга в региональной службе коммуникаций. По словам руководителя управления по развитию языков, во всех регионах области систематически проводится работа по обучению языкам. С начала года во всех городах и районах области проводилась большая работа по изучению государственного и английского языков. На сегодняшний день по области функционирует шесть центров обучения языкам. Также стоит отметить, что раньше в пяти районах не проводилось обучение английскому языку. А в этом году во всех 18 районах ведутся специальные курсы. Всего 2000 человек учат государственный язык, 1200 изучают английский язык. В новом учебном году в Карагандинском государственном университете начали преподавать латинский алфавит на пяти факультетах – химии, филологии, философии, истории и психологии. Курс ведут известные ученые вуза. В процессе обучения студенты знакомятся с казахским алфавитом на основе латиницы, который действовал в 30-х годах прошлого века. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Каркаролинском лесу найдена 50-летняя женщина, которая 16 октября отправилась в лес за грибами и не вернулась. Два дня женщину искали спасатели, лесники, полицейские и волонтеры. Для проведения поисково-спасательных работ в лесную зону была направлена оперативная группа из числа сотрудников отдела ПЧС пожарной части района Каркаролинского государственного национального природного парка РОВД Дома отдыха «Шахтер». Из Караганды были направлены спасатели и кинологи оперативно-спасательного отряда ДЧС. В течение двух дней велись поиски. С ней поддерживалась связь по телефону. Были обследованы наиболее вероятные места нахождения пропавшей. В результате поисковых работ 18 октября вечером женщина найдена в кордоне Куктубе, в 15 километрах от дома отдыха «Шахтер». В медицинской помощи не нуждалась. Было обследовано в течение двух дней свыше 50 квадратных километров лесной зоны. С потерявшейся женщиной была налажена связь через мобильный телефон. Она давала ориентиры примерно в своем местонахождении. То есть она описывала горы, которые она видит, еще какие-либо предметы. Вчера, 18 октября, в 19.15, женщина была обнаружена. Медицинской помощи не нуждалась. Веселые и находчивые сошлись на сцене города Сарань. В новом региональном сезоне сыграли сразу 16 команд. Игра прошла на тему «Менгелек-Ель». Среди них и новички, и команды республиканского уровня. Но главный приз достался только одному. Все подробности у Мирамгульсал Кимбаевой. Первая игра собрала 15 команд из школы-колледжей города. Рядом с именитыми игроками КВН попытали удачу и пока никому неизвестные юмористы. К слову, команда «Керемет» на сцене впервые. Но жюри уже оценило, что новички шутили на высоком уровне. В своих номерах участники через юмор затронули самые актуальные проблемы общества. Мы сегодня выступили в первый раз. Надеемся, что выступили на должном уровне. Всем все понравилось. Желаем всем командам удачи. На трехчасовую игру были приглашены и КВНщики республиканского уровня. Команда «Каркаралы» сейчас готовит номера на игру премьер-лиги. Несмотря на усиленные репетиции, юмористы не отказались приехать на открытие сезона. Играем в КВН мы уже 7 лет. Нам это нравится. Всем командам, которые выступают сегодня впервые, хотим пожелать удачи. В команде самое важное – это уважать друг друга и прислушиваться. Организаторы, в свою очередь, отметили хорошие результаты всех команд. Также утверждают, что юмористов по сравнению с прошлым годом стало больше. Между тем, в этом году в рамках проекта «Жаз Проджект» выделен специальный грант. Сегодня в городе Сарань прошло открытие нового сезона. Команды собрались со всей Караганинской области. В рамках проекта «Жаз Проджект» мы выиграли 1 миллион тенге. Сегодняшнее мероприятие было организовано на эти деньги. По итогам игры в 1-8 финала прошли 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов. Главный приз достался команде КВН Карагандинского экономического университета. Команда «Керемет» из города Металлургов завоевала первое место. На втором месте расположилась команда веселых и находчивых «Адемы» город Сарань. И третье место досталось команде колледжа искусств имени Татимбет. В полуфинале, который состоится в ноябре, юмористам придется доказывать свой профессионализм, но уже с более сильными командами. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Развивать интерес у детей к осеннему времени года, воспитывать в них соревновательный дух, творческие способности и умение поддерживать друг друга. Таковы цели традиционного осеннего бала, который провели в детском саду Гаухар. В детском саду Гаухар подобные праздники – лишь один из методов развития творческих способностей малышей. Здесь учатся около 300 воспитанников. Дети обучаются на трех языках. Родители очень рады, что выбрали именно этот садик. Хороший уход и всегда хорошие праздники, всегда с радостью уходим. Дети танцуют, поют, рассказывают стихи, рисуют. Дети тоже дома приходят, всегда рисуют рисунки, рассказывают, что Апай говорила, как говорила делать. Все это показывает, что воспитатели работают. Малыши показали свои таланты. Одни рассказывали стихи на казахском и английском языках и танцевали, а другие мастерили подделки на осеннюю тематику. Мы каждый год проводим это мероприятие. Главная цель – это показать все прелести осени. Здесь раскрывается творческий потенциал детей. Посредством песен, стихотворения мы развиваем талант наших воспитанников. Осенний праздник – отличный способ рассказать детям об окружающей среде и перевить любовь к природе. В процессе рисования для изготовления подделки малыш работает вместе с родителями. И это отличный повод пообщаться друг с другом и лучше понять членов семьи. Бывает так, что совместная творческая деятельность и общие впечатления остаются в памяти ребенка на всю жизнь. При этом у детей развиваются художественные способности и воображение. Марат Такишев, Андрей Тимофеев, Жуслан Макулбеков, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Отечественные производители одежды разработали инновационную форму еврокласса для школьников и учителей. Новая единая форма под маркой «Алтынадам» уже внедрена во многих учебных заведениях города. Пользователи по достоинству оценили высокое качество форменной одежды и доступные цены. Впервые школьная форма торговой марки «Алтынадам» была продемонстрирована общественности на финальном этапе конкурса «Учитель года». Сегодня на рынке форменной одежды представлено большое разнообразие комплектов от самых разных производителей. Но большинство карагандинцев предпочитают продукцию отечественной фабрики. Среди них и учебное заведение, в котором работает Азиза Саматказа. Мы с коллегами решили заказать единую форму. И, если честно, были очень довольны качеством. И что очень удобно, здесь индивидуальный пошив. И хорошо сидит. И мы очень довольны. Всем советуем. Главное, что приглянулось, это соотношение цена-качество. Отличное качество материала по доступной цене. Школьный комплект для учеников стоит порядка 13 тысяч тенге. Костюм для учителя от 16 тысяч тенге. На данный момент Министерство образования утвердило синий цвет. Поэтому мы шьем форму только синего цвета. Также для девочек у нас есть два вида школьной формы. Обычная полностью синяя форма. И юбка шотландка, то есть клетка. Таким образом, Алтын Адам доказывает, что даже школьная униформа может и должна быть красивой и практичной. Стоит отметить, что магазин ориентирован на классический образ. Строгие и элегантные мужские и женские костюмы, верхняя одежда. Все это отличного качества. Магазин по продаже классических мужских и женских костюмов казахстанского бренда Алтын Адам, принадлежащего казахстанской компании Golden Amad, открылся в Караганде в начале года. И с тех пор ориентирует местное население на поддержку отечественного производителя. Алтын Адам – это современная шеверная фабрика по пошиву и пластистической одежды. Наши основные преимущества – это собственное производство, идеальные лекала, отличное качество и приемлемые цены. В ассортименте нашего товара вы можете найти для себя мужские и женские костюмы, школьную форму, а также пальто, как для мужчин, так и для женщин. Марат Такишев, Толеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 200 сотрудников правоохранительных органов, силовых и других специальных структур со всей республики принимают участие в чемпионате МВД по рукопашному бою. Чемпионат проходит в рамках шестой спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо». 19 октября состоялось торжественное открытие. В дни соревнований на татаме сойдутся сотрудники всех комитетов, департаментов, служб, министерства внутренних дел. Из них первый разряд имеют 64 человека. Кандидаты в мастера спорта – 92 человека. Мастера спорта – 62. Мастера спорта международной категории – 11 человек. Неслучайное соревнование проходит в шахтерской столице. Это отметил заместитель Акима Карагандинской области. Акима Карагандинская область является одной из спортивных областей в республике, занимающей единственной позицией по охвату на члене физической культуры и спорта. В этом направлении сотрудники правоохранительных органов и силовых структур также принимают активное участие и вносят свой вклад по повышению имиджа области на спортивной арене. В соревнованиях принимает участие 299 человек со всех областей страны. Это сотрудники правоохранительных органов, силовых и других специальных структур. Начальник областного ДВД Мергенбай Жапаров отметил, что рукопашный бой, как никакой другой вид спорта, является основным для служителя закона. Рукопашный бой является одним из старейших видов физической культуры, имеет большие традиции и также является одним из самых основных видов спортивных и наборства, так как включает в себя технический арсенал практически всех и наборств. Он формирует навыки, необходимые для достижения победы над противником в рукопашной схватке. Соревнования продлятся в течение трех дней, по итогам которых победители и участники спартакиады будут награждены медалями и ценными подарками в виде бытовой техники и спортивного инвентаря. Андрей Денцерги, Высокосов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И последнее. Вторая победа подряд. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги в Караганде Старарка сыграла нефтекамским Торосом. Встреча закончилась со счетом 6-4 в пользу карагандинской команды. Соперники, давно знакомые друг с другом, без лишних реверанцев приступили к осаде ворот. Голкиперы с первых же минут вступили в игру и в течение первого периода больших оплошностей не допускали. Да и защитники команд старались ловить шайбы на себя, чтобы облегчить жизнь вратарям. На 12-й минуте у ворот сырой арки возник первый опасный момент, который нефтекамцы успешно реализовали в гол. 0-1. Но уже через 18 секунд после вбрасывания в центре карагандинцы провели быструю контратаку. Исаак Валицкий четко добил отскочившую шайбу. 1-1. 1-1. В третьем периоде гости вновь остаются в меньшинстве. Айрат Зиязов доводит счет до неприличного 6-3. Но уже на 48-й минуте гости снова сокращают разрыв до двух шайб 6-4. Поздравляю команду сырой арка с победой. Показали хороший динамичный хоккей. Второй матч подряд мы плохо играем в обороне. Проиграли пятак сегодня. И слабо сыграли в меньшинстве. Вот составляющий нашего поражения и успеха в стране. Наставник карагандинской дружины отметил, что это была встреча двух топовых команд высшей лиги. Торос, я тоже думаю, Торос. Топовая команда высшей хоккейной лиги. Так же, как Сарарка. Мы готовились к этому матчу. Старались, настраивались. Заработал большинство вторую игру. Появился результат. Единственное, что сегодня не то, что не понравилось, но для меня это нехорошо. Мы очень много пропустили сегодня. Для нас так не должно быть. Мы не можем столько пропускать голов в свои ворота. При любом количестве забитых мы не можем столько голов пропускать. На этом завершается домашняя серия матчей. Уже 23 октября Сарарка сыграет в Пензе с местным клубом «Дизель». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова